Продолжение следует... То, что было 1 апреля 2020 года, мы решили все-таки подвести черту о том, что сделано за последние полгода, какие появились новые направления. Ну, подходы к терапии ведь достаточно сильно изменились. Недаром временная клиническая рекомендация уже какой-то 14-й уже вариант идет. Это нормальная ситуация, накапливаются данные, что-то отбрасывается, что-то получается, что-то нет. Панацея пока не изобрели. Ну, вот я предоставлю слово глубоко уважаемому Олегу Букаровичу Талибову. Он расскажет, что сделано. Будем, во-первых, обсуждать процессы. Во-вторых, у вас есть возможность задавать вопросы. И после презентации, после нашего рассказа, мы обязательно постараемся ответить на все вопросы, которые только возможны. Пожалуйста, Олег Букарович. Спасибо, Андрей Георгиевич. Здравствуйте, дорогие коллеги. Ну, вот смотрите. А я сразу хочу очертить немножко границы нашей сегодняшней темы. Потому что 1 апреля 2020 года мы с Андреем Георгиевичем сидели в студии. А 1 мед. ТВ. И тогда вообще было все непонятно. И я не побоюсь, наверное, страшно было. И мы пытались разобраться, в конце концов, какие противовирусные средства могут быть перенацелены на лечение COVID-19. Что у нас есть в арсенале, что у нас будет в арсенале. А сейчас мы повторим, в общем-то, ту же самую тематику. Потому что мы сегодня будем говорить в первую очередь именно о противовирусной терапии. Мы не будем плотно касаться напреждающей терапии цитокинового шторма. Мы не будем плотно касаться вопросов вакцины-профилактики или антикоагулянтной терапии. То есть сегодня только противовирусные. Потому что, если посмотреть на рекомендации, они становятся все толще и толще. Ну хорошо, 1 апреля 2020 года действительно многое из того, что происходило, оказалось какой-то шуткой. Я не знаю, каким-то апокалипсисом начинающимся. И тогда я уже сказал, что раньше говорили как. Раньше говорили, что наша проблема в том, что примерно половина того, что мы назначаем сейчас, лет через 25 будут смеяться. Проблема наша в том, что мы не знаем над какой половиной. В ситуации с COVID-19 я оказался плохим пророком. Я тогда сказал, что, наверное, не через 20 лет, а через год будут смеяться. А вот даже на этом слайде, видите, на этой картинке, даже в конце уже 2020 года, когда в Москве была в самом разгаре вторая ковидная волна, я просто нарисовал то, чем мы начинали лечить. И то, что у нас осталось к концу 2020 года, где окей написано, ну с этим, в принципе, это осталось у нас в качестве абсолютно пока что показанных методов лечения. Ну и где-то стоят знаки вопроса, потому что, например, в конце 2020 года с этими знаками вопроса все по-прежнему было еще не ясно. Вот опять давайте вспомним. Олег Куков, я прошу, пожалуйста, проговорите, потому что не все зрители воспринимаются все-таки проговорить. Да, конечно. Ну вот смотрите, действительно, когда начинали вопросы, сперва пошли тяжелые больные, как можно быстрее, там, ранняя интубация, вот перевод на ИВЛ, потом мы теряли этих больных, и с ранними интубациями ничего не получалось. И дальше мы ушли в другую позицию, мы как можно больше-дольше стараемся протаскивать этих пациентов на высокопоточной вентиляции, на неинвазивной вентиляции легких. Вот, но сейчас позиции в этой области не изменились. Пытались применять тогда лапиновир и ретонавир, помните, да, там, калетра, это был один из первых перенацеленных препаратов. Ну, очень быстро мы поняли, что ничего не получается, и кроме токсических эффектов этого препарата реально мы ничего не получали. Ну, про умифенавир, да, который, ну как, какая же российская рекомендация без орбидола? Вот, он, естественно, вошел в эту рекомендацию, он остается в этих рекомендациях, я про него отдельно немножко скажу. Ну, вот, знаете, будем откровенны, я там поставил крестик, как бы, на уровне мая, уже тоже было, ничего не выходило. А антикоагулянты, новые антикоагулянты, да, антикоагулянтная терапия показана до сих пор. А с гидросихлорахином плюс-минус азитромицин, да, там, в качестве мы азитромицин назначали не как антибиотика, а как иммуномодулирующее средство, и средство потенциально, возможно, противовирусное. Ну, вот, опять, мы от него ушли уже в конце мая, уже стало ясно, что ничего не получается, были опубликованы данные исследования. Пытались лечить интерфероном 1-бета, тоже ничего не получилось. С антиинтерликиновыми препаратами, в первую очередь, моноклональные антитела, анти... Да, сейчас вот этот знак вопроса, в принципе, он исчез, и при средне-тяжелом и тяжелом течении мы очень активно, и, я бы сказал, даже агрессивно применяем эти лекарства. Вот просто Москва и Питер, они, вот, у нас даже агрессивнее применяются, чем, скажем, в западных странах. Мы коснемся этого дальше, потому что это отдельный вопрос. Ингибиторы Янус Кеназ, ну, такая замена немножечко, да, на другом уровне, тоже профилактика цитокинового шторма, тоже сейчас, в общем-то, сошлись на том, что в какой-то ситуации их нужно применять. Глюкокортикоиды, то, чего очень боялись изначально, они с... Вот, вы знаете, мы их начали назначать уже в марте, как только началось это все. Вот они были противопоказаны, а мы их все равно назначали. Вот, как бы, рекомендации не одобряли, а мы их назначали. И правильно делали. Да, и слава тебе, Господи, когда вот в конце мая появилась первая публикация данных исследования рекавери, где показали, что дексаметазон улучшает прогнозы. Вот, вы знаете, вот просто это какой-то праздник был тогда, потому что мы поняли, что мы эти два месяца... Ну, если позволите, я тоже такой маленький комментарий, потому что... Для пульмонологов была очевидная ситуация, когда мы увидели, что свет реализуется в острую интерсоциальную пневмонию, и наши предыдущие знания говорили о том, что нужно подавлять избыточную реакцию, и стероиды, пульс-терапия стероиды была однозначной, и мы раньше англичан это все говорили на всех глазах, просто когда появилась английская публикация, стало проще. То же самое мы говорили про инвазивную вентиляцию легких, что она может усугублять ситуацию. Летальность очень высокая, и лучше как можно больше отсрочить все-таки приоритет неинвазивной вентиляции легких, и это подтвердилось, безусловно. Ну, то, что ушли антибиотики, это просто перекреститься. Ну, это да, это нормально. Значит, у нас на тот момент было, ну, два препарата, которые, ну, вот реально, скажем, все-таки, с нашей точки зрения, перенацеленные препараты на COVID-19. А это был ремдосивир, перенацеленный с лихорадки Эбола, и фавипировир, который перенацеливался с гриппа. Ну, там стоит знак вопроса. Этот знак вопросов к этим препаратам, он остался до сих пор, потому что их эффект, он, ну, вот скажем так, у нас есть аргументы как за, так и против, они все равно остаются. И, скажем, тот же ремдосивирум до сих пор Всемирная организация здравоохранения, например, его не рекомендует. Хотя, во многих национальных рекомендациях, не только российских, но и западных, он в них будет. Ну, просто мы всегда ждем от противовирусных препаратов чудес, да, а чудес сдать от иронковых вирусов не приходится. Увы, да. Ну, и тогда, значит, во вторую волну начала очень агрессивно, активно применяться плазма реконвалесцентов. Ну, плазма реконвалесцентов, вот опять, это очень хорошая, это красивая идея, такая гуманистичная. Очень хорошая идея, да, применять плазма реконвалесцентов. Переболел сам, помоги другому. Но, вот, как бы, она потом, результаты оказались все-таки не такими чудесными, как мы ожидали. Ну, а сейчас с появлением варианта омикрон, я думаю, что плазма реконвалесцентов, она... Ну, потому что реконвалесценты, они реконвалесценты после другого варианта. Не после омикрона. Да, не после омикрона. Хорошо. В отношении антибиотиков, это была беда какая-то. Это вот, знаете, по-моему, это кто-то мне из пациентов просто прислал фотографию. Это такой вот продуктовый набор, который носили врачи больным с COVID-19. И я помню, в первую волну мне доктора даже говорили, вот просто, ну, как же так, пневмония, надо же назначать антибиотики. Ну, вот это вот подход. То есть, непонимание. До сих пор пишут вне больничное понимание. Да, да, да. Хотя это острое интерсоциальное понимание. И вот, посмотрите, справа, азитромицин, гидроксихлорокин, парацетамол, все гипототоксичные. Дать вместе... И клавулановая кислота гипототоксичная до кучи. Да, да. Значит, гарантированно гипотит токсичный. Ну, гарантированно, не гарантированно. В принципе, препараты гипототоксичные, но, к сожалению, препараты получили очень большое распространение. И тут еще, знаете, нет всеми горячо любимого левофлоксацина. А у нас горячие головы назначали комбинацию азитромицина с левофлоксацином. А это уже кардиотоксичный эффект. Удлинение QTC, QT, риск аритмии. Левофлоксацин мы любим, но не в этой ситуации. Да, но не в этой ситуации. Наверное, я тоже ничего не имею против левофлоксацина. Ну, смотрите, и мы получали в больницах мало того, что пациентов, которые получали какую-то достаточно токсичную терапию. Плюс они еще лечились 7-10 дней антибиотиками на дому. И не одним. И не одним, а целой кучей. И вы знаете, такого количества клостердиоидных, например, колитов, которые я завидел за последние неполные два года, я не видел до этого за всю жизнь. У нас в клинике, в небольшой нашей клинике, 13 эпизодов за год. Это раньше было один в год, в лучшем случае. Да. У нас, скажем так, у нас каждый день есть несколько больных до сих пор с клостердиоидными колитами, которые именно получили их вследствие активного применения антибиотиков, комбинации антибиотиков. Уже недавно. Ну, что есть, то есть. В отношении гидроксихлорохина. Вот вы знаете, самая такая была прикольная, наверное, идея перенацелить гидроксихлорохин. И самое возможно, в какой-то момент она была очень многообещающая. Вот справа на картиночке такой бородатый дядька, это французский известнейший инфекционист Дибье Рауль, который очень активно пушировал и продвигал эту тему. В силу каких-то обстоятельств почему-то эта тема, она вызвала личную симпатию Дональда Трампа, который тоже практически... Вот знаете, почему Дональд Трамп продвигал идею гидроксихлорохина? Президент страны вдруг пушировал... Талантливый человек, талантлив во всем, в медицине в том числе. Ну, закончилось тем, чем закончилось. То есть, показали исследование, что гидроксихлорохин, увы и ах, неэффективен там. Еще была идея давать его сцинкам мешать. Токсичен. Токсичен, абсолютно верно, да, переносился он все-таки плохо. А вот гидроксихлорохин у нас ушел, Дональда Трампа не переизбрали. И Дидье Рауль, который избыточно отстаивал свою точку зрения не всегда корректными путями, в том числе в масс-мидии, он даже там получил дисциплинарное взыскание со стороны Французской ассоциации врачей, которая признала подобное поведение все-таки неэтичным. Вот это противодействие официально существующим рекомендациям и объективно полученным данным. Хотя, конечно, Дидье Рауль это личность, это потрясающе. Ну, заблуждается. Ну, любая личность имеет право на заблуждение. А вот как раз те данные рекавери, да, с которых началось, которые успокоили нас, когда мы увидели, что, Господи, Боже, ты мой, наконец-то показали, что дексаметазон, он помогает. Но единственное, что, как только мы получили данные, что дексаметазон хороший, мы тут же столкнулись с еще одной проблемой. А у нас пациенты же, они такие, они же читающие у нас, они же тоже умные, они начали сами покупать этот препарат, началось лечение дексаметазоном на дому, поликлинические врачи начали его назначать, ну, как бы вне рекомендации. Зачастую в нерекомендованных дозах, да, либо очень низкие дозы, неэффективные, либо высокие дозы, неоправданные, неоправданные быстрой отменой, с возможностью развития вторичной отпущенной недостаточности, с проблемами с глюкозой крови, с сахарным диабетом. Но ведь в чем особенность дексаметазона? Это, вот, смотрите, очень парадоксальное лечение. Мы инфекционную болезнь лечим препаратом, который снижает иммунитет. И его, соответственно, надо было назначать в той фазе, когда первичный этап первичной репликации вируса уже мы можем пренебречь, и нас уже, собственно, смущает аутоиммунный процесс в легких. Вот в этом был смысл дексаметазона. А его назначение пациентом в ранних фазах, оно приводило к тому, что, да, действительно, китайцы, они первые сказали, что почему была рекомендация не назначать дексаметазон. Еще со времен первого SARS-а они увидели просто, что удлиняется процесс вируса выделения, даже точнее, не вируса, прошу прощения, выделение вируса на фоне дексаметазона. Они решили, что глюкокортикостероиды поэтому не показывают. Ну да, это логично. Если у пациента за температурю и начнет принимать глюкокортикостероиды, он подавляет, собственно, иммунитет, ну и, в общем-то, распространение инфекции происходит. И вот еще один... К сожалению, временной интервал между окончанием репликации вируса и вероятностью развития гиперэрогической реакции, да, которой мы боимся, он небольшой. Он небольшой, попасть в этот период. Да, да. Попасть в этот период. А еще два момента. Первое. В исследовании рекавери первый раз было показано. Дексаметазон помогает при средне-тяжелом и тяжелом течении, то есть у тех больных, которые нуждаются в дополнительном кислороде. У больных, которые в кислороде не нуждались, он никакого эффекта не давал. То есть при легком, скажем, как средство, как эффективное средство для снижения температуры, когда там надоел человек в температуре 3 дня, парацетамол надоело пить, он там дексаметазон начал принимать. Вот. В этой ситуации дексаметазон никакого эффекта на исходы не давал. И второй момент. У нас очень, знаете, у нас как вот любят, мы бросаемся из крайности в крайность. То дексаметазон было нельзя, а потом показали, что в рекавери можно. И сразу начали его давать там в дозах 20 мг, 24 мг. Коллеги, в исследовании рекавери проверялась доза дексаметазона 6 мг в сутки. И небольшая. Да, небольшая доза. Поэтому большие дозы, вот это, Андрей Георгиевич, о чем вы сказали, они вызывают побочные эффекты. Еще одна проблема наших пациентов. У нас же, особенно в стационарах, много диабетики. Сразу оговоримся, большие дозы возможны при угрозе развития УРДС. Да. То есть уже в те, кто не тяжелые ситуации. Угроза или уже развившаяся УРДС? Да, но начинать лечение средне-тяжелого COVID-19, а сразу максимально большую дозу дексаметазона, либо других стероидных гормонов. Это нерационально. Кроме того, вот опять-таки, сахарный диабет, он просто выходит из-под контроля. В конце концов, глюкокортикоиды, а не потому глюкокортикоиды, что их основная эволюционная задача поднимать, повышать уровень глюкозы в крови. Ну и, соответственно, конечно... Я, кстати, можно сразу замечу, вот тоже большая ошибка. Когда повышается глюкоза, люди продолжают принимать сахароснижающие препараты, напоминаю, что при применении кортикостероидов только инсулин. Только инсулин. Ну, в принципе, вот у нас эндокринологи продерживаются разных мнений, но если тяжелое течение COVID-19, перевод на инсулин. А не только вы, дело в том, что при наличии дексаметазона тоже инсулин. Ну, отрегулировать пероральными сахароснижающими очень сложно. То есть, если вышло из контроля, пероральность сахароснижающая уже, конечно, они уступают месту инсулину. Ну, хорошо. Вот теперь все-таки начнем с рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Ну, ВОЗ на то и ВОЗ, чтобы как бы что-то диктовать миру. Да, действительно, в ходе эпидемии, в ходе пандемии к ВОЗ появилось очень много претензий. И очень часто организации обвиняли в ее недостаточной эффективности. Вот, ну, вот что у нас есть, то есть. Я просто взял такую инфографику с сайта British Medical Journal, потому что сами по себе, ну, рекомендации ВОЗ, они не так визуально хорошо смотрятся. И вот смотрите, что сейчас ВОЗ очень консервативно в своих рекомендациях. Всемирная организация здравоохранения, она гораздо консервативнее, чем, скажем, российский Минздрав, чем британские рекомендации, чем рекомендации в США разных. Ну, потому что они даже аккумулировать эти рекомендации, на них основе что-то сделать. Это нормально. Что остается в рекомендациях ВОЗ? Мы касаемся только вот, мы не касаемся там антикогулянтной терапии, то есть сильные рекомендации в пользу при средне-тяжелом и тяжелом течении глюкокортикоиды, блокадеры интерлекина-6, ну, это антитела, это либо рецепторы, либо непосредственно интерлекина-6, или оговаривается вопрос на значение барицетиниба вместо них, как ингибитора янускеназ. А менее сильные рекомендации, вот внизу, вега-кондишнл-рекомендашн, то есть условные, это применение при легком течении антител уже противовирусных, которые непосредственно связываются с вирусом. Ну, там в рекомендациях комбинации кассири-вюмап и имдвюмап, и сатра-вюмап, мы потом, чуть позже поговорим там, более позже. Какие отличия и какие проблемы. И у пациентов, у которых нету анти... не развивается антительная реакция, не появляются иммуноглобулины А, М и Г, то есть очевидно, какая-то совершенно проблема с иммунитетом, в этой ситуации условно можно попробовать кассири-вюмап, но в принципе, а при тяжелом течении все-таки антитела большинством профессиональных сообществ не рекомендуется. Понятно. Начальничаю обратить внимание, то тоже появилось увлечение, и особенно заметно в последнее время, поступают больные, которым антиинтралекиновые антитела назначают, мягко говоря, не совсем по показаниям. Есть возможности, назначают больным с легкой или средне-тяжелой, без всякой угрозы. Уважаемые коллеги, читайте, пожалуйста, временное клиническое, там четко написано, угроза развития в РДС или развившаяся в РДС. Почему? Это небезопасные препараты. Это препараты на долгое время оставляющие достаточно беззащитным людей, в том числе и против бактериальной инфекции. Да, вы на 2-3 недели, один раз введя тела, вы на 2-3 недели, по сути, блокируете одну из цепей, одно из звеньев передачи сигнала. То есть иммунитет частично будет скомпрометирован. И поэтому не надо, конечно, воспринимать там вот эти все мабы, именно антиритролитиновые, как... Я когда-то психанул сказал, что не надо воспринимать тетцелезумаб как большую эффективную банку парацетамола, дорогую. Это не парацетамол. Да, это не парацетамол. Это серьезное лекарство. И, естественно, если кому-то надоело температуру 4-5 дней, это не значит, что надо вводить антитела. Это создает определенный риск. Вот не знаете, что это напоминает? Вот напоминает нашу давнишнюю беду, когда больной заболевает, респираторный эффект, если даже не понять внимания, приходит участковый доктор, назначает инъекционные препараты, антибиотик. Идя на поводу, типа вот антиинъекционный точно поможет. Хотя давно во всех рекомендациях написано, если вы считаете, что нужно инъекционный препарат. Давайте мы вам дадим доступное сейчас средство, бог с ним, сколько оно стоит, никто денег не считает. А последствия очень неприятные. Ну, а теперь о том, чего делать с точки зрения ВОЗ не надо. Итак, вот опять-таки слабая рекомендация, вверху слабая рекомендация против. То есть, кортикостероиды при легком течении. Ну, мы уже договорились. Условно, нет потребности в кислороде, кортикостероиды в большинстве случаев не подходят. Это хороший критерий, кстати, очень. Он простой, хороший, понятный. Ну, тофацетиниб и руксалетиниб это препараты, это другие препараты, блокаторы Янускеназ. Дело в том, что для барицетиниба были проведены исследования, для этих препаратов этих исследований меньше и уровень доказательности меньше. И вот там описывается, что их назначение, там скажем, тофацетиниба, который, кстати, достаточно активно применяется в России, оно должно оговариваться, если недоступен барицетиниб либо ингибитор нитролекина-6. Ну, то есть, как вариант замены, да? Нет, это замена, да. А у Всемирной организации здравоохранения на самом деле достаточно такая вот упорная позиция против Ремдосевера. Я, ну, не могу даже вот толком объяснить, с чем это связано. Может быть, первое, с различиями результатов, ну, с недостаточной эффективностью, а с противоречивыми результатами. Второе, это все-таки ВОЗ дает рекомендации в том числе и для стран третьего мира, которые считают деньги, а Ремдосевир, это достаточно дорогой препарат. Ивермектин. Еще одно лекарство, вот, оно такое, святое место пусто не бывает, да, там ушел у нас гидроксихлорохин и начали пушировать ивермектин. Ну, есть болезнь стронгилоидоз, вызываемая возбудитель глистом каким-то стронгилоидоз, строкоралис. Ивермектин гениальное совершенно средство, он прекрасно помогает от этого. За этот препарат действительно получили Нобелевскую премию, но данных в пользу того объективных данных, что этот препарат улучшает прогноз при COVID-19 нету, а токсичности он обладает. А помните историю с декарисом? Ведь декарис препарат против круглых глистов и длительное время использовался как иммуномодулятор. Да, была мода такая. Близкая тебе, между прочим, по понятию. Да, возможно. Сейчас, правда, идут еще исследования с ивермектином, но, как бы, не похоже, что что-то там получится. Как? И в отношении плазмы реконвалисцентов. Вот здесь, видите, слабая рекомендация против средне-тяжелом и тяжелом течении, а за исключением в рамках клинического исследования написано. И даже при легком течении сильная рекомендация против, то есть при легком течении вообще плазма реконвалисцентов она вообще не нужна. Ну и гидроксфлоракин, лапиновир, ретонавир. Понимаете, вот чего, к сожалению, нет в наших временных рекомендациях. В наших временных рекомендациях написано, что нужно. А давайте писать еще, что не нужно. Вот я за. Да, потому что в конце концов возьмите любые западные рекомендации и там есть распространенные какие-то вот есть распространенные мнения. А давайте есть цинк, например, для лечения COVID-19. А рекомендации против цинка. Потому что, во-первых, показали, что он там с гидроксфлоракином, гидроксфлоракин, ионофор, цинк, он протаскивает его в клетку, ну он не дал никакого результата. А во-вторых, есть определенные нормативы цинка. 11 миллиграмм в сутки для мужчин, 8 для небеременных женщин и, по-моему, 11-15 для подростков. Минуточку тяжелый металл вообще. Да. И он вызывает дефицит меди. А дефицит меди он сопряжен с анемией, с ликопенией, с развитием нейропатии. Очень хорошо, что эту тему затронули. Потому что бесконечный цинк. Давайте то цинк, то витамин D. Ну, витамин D в популяции, мне кажется, его можно давать нашей. Не от COVID-19. У нас есть усердные, не от COVID-19, у нас есть усердные люди, которые превышают значительно. Да. Хорошо, не отвлекаемся. Дальше пошли. Ну, вот, собственно, смотрите, теперь действительно все-таки болезнь вирусная и все-таки хотелось бы иметь средства против вируса. Итеотропную терапию. Ну, вот здесь на слайде просто, какие мишени могут быть для того, чтобы подействовать на вирус. То есть, эта мишень должна быть важна в жизненном цикле вируса, в особенности на ранних стадиях должно сработать. А это должно иметь малое сходство с белками человека, чтобы не давать побочных эффектов. Ну, и для того, чтобы это действовало, это должно быть характерно для группы вирусов. Ну, видоспецифичных. Чтобы у нас даже не появлялось условно там вообще противовирусных лекарств. Все-таки... Ой, слава тебе, Господи, не появятся такие. Так. Поэтому давайте, да, ну, наш любимый орбидо. По по комментарию Дерекало, молекула орбидола напоминает, вот взяли что-то из молекулярных библиотек, соединили в таком хаотичном порядке и получили вот такой вот краказиабр. А на самом деле, смотрите, на самом деле орбидол, умифеновир, ведь это препарат, для которого четко описан эффект. Это препарат, который воздействует на гемоглютинин вируса гриппа. Маленький нюанс. Вот даже в 14-х рекомендациях остается умифеновир и там объяснение, почему механизм действия объясняется. Там написано, воздействует, но на гемоглютинин. Ну, ребят, а в вирусе Сарского 2 нет гемоглютинина. Там даже гемоглютинин из-то разу не нашли в итоге. Есть, были данные, ну, кому, как говорится, интересно, еще в 20-м году, что вроде бы умифеновир блокирует там термиризацию какого-то фрагмента С-белка в общем виде он нарушает связь С-белка с асер-рецептором. То есть, может инвитро блокировать проникновение вируса в клетку. Ну, это инвитровые были исследования, а если мы залезем в... Вот, вы знаете, я просто посмотрел за последний год. Просто... Ну, это китайские анализы известные. Ну, потому что в других странах, к сожалению, ну, к сожалению, я не знаю, из других стран практически нет никаких популяций, но два китайских мета-анализа, которых изучался как раз умифеновер именно в качестве средств для лечения COVID-19, ну, они не показали никакого эффекта этого препарата. То есть, он не вредит, но и пользы от него практически никакой не получилось. Поэтому, ну, остается в рекомендациях, остается, ладно, должны быть какие-то скрепы, это, наверное, скрепный такой препарат российский, пусть будет, нам не жалко. Но эффекта клинического, увы, мы не видим. Вот два других препарата. Ремдосевир и фавипировир. Это препараты, на которые мы действительно возлагали достаточно серьезные надежды. Ремдосевир был перенацелен с лихорадки Эбола, а фавипировир, это препарат, который изначально был разработан где-то в США, потом они его перепродали, по-моему, в Fuji, в общем, японцам. Японцы его изучали в качестве противогриппозного препарата. У них против гриппа ничего не получилось, они попробовали с китайцами против COVID-19, тоже ничего не получилось, в общем, они от него отказались, у нас его производят аж три разных компаний. Ну, по крайней мере, пускать механизм здесь РНК-зависимый. РНК-зависимый, РНК-полимераз. И у того и другого препарата есть четко описанный механизм действия, поэтому, соответственно, мы на эти препараты надеялись. Ну, вот, например, у нас очень часто обвиняют наших исследователей, что не публикуемся на Западе. Ну, вот, по одному из исследований с файоперавиром было опубликовано исследование, достаточно очень хорошее исследование, оно было опубликовано в американском журнале, вот там ссылочка есть, его можно почитать, причем, соавторы этого исследования, ну, вот это вот, собственно, люди, которых я лично знаю, которых я очень уважаю, и поэтому, вот, с моей точки зрения, исследование было все окей, оно было хорошим. Какие проблемы с этим препаратом? Во-первых, почему-то у нас все исследования, которые были проведены, они почему-то открытые. Ну, начинают объяснять, что это там этично, неэтично, и так далее. А у нас ведь на самом деле сейчас запрещены в России исследования по ковиду как раз. Вот плохо. 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 Потому что открытым исследованиям верить уже нельзя. Более того, если бы в этом, пусть даже открытым исследованием, были бы твердые конечные точки, смерть, перевод больного на ИВЛ, перевод больного на интенсивные методы кислородотерапии, перевод больного в ОРИД, все было бы окей. К сожалению, у нас исследование строится на основании восьмибальной шкалы ВОЗ. Да, это есть такая рекомендация, но это субъективная шкала во многом. Это суть. Ну, и даже здесь, в общем-то, ну, вот видите, как бы, вроде бы по каким-то композитным конечным точкам данные разошлись, но по твердым конечным точкам различий найдено не было. Что интересно в этом исследовании? В этом исследовании оно показало, что, ну, вроде бы все-таки препарат, ну, по крайней мере, не вредит, вроде в какой-то, в какой-то степени он может улучшать клиническое состояние пациентов, но вот это вот как раз клиническое состояние, это было субъективное. Но хотелось бы большего. У меня вопрос возникает вот по этому исследованию, сроки назначения препарата, это очень принципиально. В этом исследовании были сроки ранее менее 10 дней. Ну, 10, не 5. Чем раньше мы назначаем эти препараты, тем, естественно, будет лучше. Основная репликация идет в эти. Да, потому что я покажу дальше исследование, тут медиана была 6 или 7 дней в этом исследовании. Многовато. Многовато, да. А еще что сопряжено с фавиоперавиром, это определенная токсичность препарата. И если там разговоры о том, что, ну да, действительно, препараты ротогенные, препараты... Ну, ротогенные там легко ограничиваются. Да, это легко ограничивается, то препарат вот в клинической практике демонстрирует гипототоксичность. Сразу скажу, тоже мы это обсуждали, вопрос. В основном демонстрируется в тех ситуациях, когда либо есть преморбит какой-то, да, либо тот же парацетамол или другой гипототоксичный. А у нас ведь парацетамол у нас же все на парацетамоле революется. То есть, это нужно иметь в виду, что это нисколько вот такой черный крест, что это гипототоксичный, а гипототоксичность связана с пропустой. В этом как раз таки исследовании вот особой гипототоксичности показано не было, потому что это была некая выборка больных, да, но давайте теперь перенесем это на вот вот это эффективность, которую мы изучали в этом исследовании, на эффективность то, что мы имеем в популяции. Наша популяция пьющая, алкоголизированная, вот вам, пожалуйста, вот вам уже, ну и просто соматически нездоровая. Поэтому сейчас, что происходит в клинике зачастую, врачи видят поползли вертрансаминазы, они не доходят на фавипировире до каких-то критических величин. Мы не видим развития на нем печеночных недостатков. Мы не классические трансические гипотезы. Но с учетом того, что препарат не обладает драматическим каким-то эффектом, его лечение просто обрывается быстро. Поползли вертрансаминазы. Уже в стационар он поступает не на третий-пятый день, а, как правило, уже... Ну, в рекомендациях все-таки у нас достаточно четко описано, что противовирусные препараты должны назначаться рано. Рано. Но когда человек попал в стационар уже на шестой день, ну, да, уже другая ситуация. Хорошо. Вот два препарата, которые сейчас, конечно, с которыми связываются наибольшие надежды. Это молноперавир. Опять-таки, препарат перенацеленный. Препарат применялся для лечения целого ряда... Изучался для лечения целого ряда вирусных заболеваний. Там лихорадка Зика, лихорадка Чинкагуния, по-моему, в том числе. А для гриппа пытались его применять. А нейроматриалвир, трудно произнести, нейроматриалвир, да. Нейроматриалвир. Это, пожалуй, первый препарат, который был разработан именно для лечения COVID-19. У него есть... У него мишень... Здесь другая. У него мишень... А кто же такой герой разрабатывал препарат? Ой, я не буду. Ладно, давай. Хорошо. Не, ну ладно, хорошо. Здесь Pfizer. Ладно, здесь Pfizer. Нейроматриалвир, Pfizer. Pfizer много чего хорошего нам дал, включая силдомофил, вакцину. А просто, почему давайте назовем Pfizer, потому что нам сейчас придется назвать коммерческое название этого препарата. Его коммерческое название Пакславит. Этот препарат, он дается не монотерапия, а в комбинации с ретонавиром. Ретонавир блокирует цитохром А4. Механизм действия. Блокирование сириновой протеаза вируса. Это вот уже специфический... Блокирование сириновой протеаза. Значит, еще раз название... Сириновой протеаза. Одной сириновой... Нет, торговый метод. Пакславит. Пакславит блокирует сириновую протеазу. это не реклама. Нет. Пакславит просто, мы называем коммерческое название, потому что это комбинация. Это комбинация нерматриалвира. Я научусь когда-нибудь выговаривать это. Наверное. И ретонавира. Задача ретонавира заблокировать цитохром 3А4, по 450-3А4, и тем самым уменьшить... Как бы двойной удар получается. Уменьшить метаболизм этого препарата. Этот препарат очень быстро переваривается цитохромами. А он дается с ретонавиром. Собственно, когда лапиновир и ретонавир, идея была та же самая. Лапиновир действует, ретонавир блокирует цитохром, уменьшает метаболизм препарата и повышает экспозицию препарата. Все понятно. Вот. Вот для... Значит, нерматриалвир Пакславит зарегистрирован в FDA уже, а молнопиравир зарегистрирован уже и в Европе. А для молнопиравира уже появились статьи. Для Пакславита... Вот я статьи найти не смог, я видел только отчеты компании Pfizer, которые, ну вот, из релиза после данных исследований. Ну, в общем-то, что мы видим? Да, действительно, препараты улучшают именно клинический исход. Препараты... Это были двойные слепые исследования, вот сразу говорю. Double Blind Placebo Control. Препараты улучшают именно исходы. Они и частоту смертей, и частоту попадания и госпитализации, и частоту переводов в интенсивные кислородотерапии, и частоту потребности в интенсивных режимах кислородотерапии. Другой разговор, что, вот, например, молнопиравир, там до пяти дней этот препарат начинал назначаться, но лучшие результаты получили, когда вы начали назначать на третий день. Та же история. Та же история. То есть, его надо назначать, как можно, эти препараты надо назначать, как можно раньше. И там, и там курс лечения короткий. Курс лечения всего лишь пять дней. Ну, это хорошо. Тем более, что они дешевые, я так понимаю. Нет, они не дешевые, и вообще, ну, как все новые препараты. Из цены, там неизвестно, что нам проще лечить молнопиравиром или бог с ним по полной программе численно не мать больного проводить. Но фармакоэкономика очень циничная дисциплина. Что теперь, что радует в отношении этих препаратов? Мы забежали немножко вперед и сейчас коснемся разных вариантов. Да, вот мы, когда с вами разговаривали в первом апреле двадцатого года, у нас же что было? У нас был уханьский вирус, дикий вариант. В общем, безобидный, как выяснилось, как ребенок практически. Потом у нас появилось много всякой дряни, потом у нас появилась дельта, хуже, которая оказалась ничего не бывает. Сейчас у нас еще и омикрон. Вот, и возникает вопрос, эффективны ли эти лекарства против вируса, против варианта омикрон. Это самая большая проблема, потому что они изучались в основном на варианте дельта. Оба эти препарата. Но вот данные, я показываю то, что называется данные из припринтов, потому что эти статьи еще не опубликованы. Они выложены в сеть, но эти припринты еще проходят рецензирование. Так вот данные припринтов показывают, что все-таки Ирэндосивир и Молнопиравир и Нирматрелвир у них влияние на именно омикрон примерно такое же, как и на другие имеющиеся варианты. Ну, это альфа, бета, гамма, дельта, омикрон, а GHB это бельгийское исследование, это вирус, выделенный на первого бельгийского заболевания. Это нулевой пациент в Белье. То есть, это хорошо, потому что это говорит о том, что и РНК-зависимая ЖНК-полимераза и сериновая протеаза, они остаются консервативными белками. неподвижны мутациям. они неподвижны мутациям, по крайней мере, в отношении воздействия этих препаратов. что здесь столбики для каждого, ну, здесь GS и IDD это активные компоненты, потому что РНК-зависимая, молнопиравир это про лекарства, это их, так сказать, активные метаболиты. Здесь не надо сравнивать столбики друг с другом, потому что разные концентрации препаратов, разные ситуации. Нет, важно, что есть. важно сравнивать вот внутри каждого препарата. И вот мы здесь видим, по крайней мере, инвитро, что они все, по счастью, они все эффективны против омикрона. Хорошо. Это уже хорошо. Ну, болезненная там для многих тема, и для меня тоже какая-то даже обидно было, когда оказалось, что плазма реконволюсцентов, ну, такая крутая вот идея, казалось бы, она не дает того, на что мы надеялись. То есть, сперва появился первый как крейновский обзор, ну, вот видите, мы знаем, что когда вот этот вот даймонд итоговый протыкается линией водораздела, это значит, что ни туда, ни сюда, ни в пользу, ни вовремя. Ну, а потом появился уже более такой крупный метаанализ. И вот, опять-таки, исследование рекавери. Вот исследование рекавери, оно просто, ну, это большое исследование, там в каждой руках включили почти что по 6 тысяч человек, которые получали плазму, которые не получили. Это исследование, оно вообще, в принципе, поставило, ну, как бы точку, да, в этом вопросе. И ВОЗ, собственно, поэтому... И сейчас, тем более, точку в отношении омикронов. Увы, ах, вот сейчас ехал сюда на метро, ну, что слышу, сдавайте плазму. Не-не, хорошая идея, плазма нужна, ну, все хорошо. Да кровь всегда нужна. она всегда нужна. Компоненты крови, да, они всегда нужны. Ну, наверное, мы, в общем-то, большая часть мира, да, эту тему для себя, она закрыла. По крайней мере, на сегодняшний день. Более направленный способ лечения, более направленный способ воздействия на вирусы, это противовирусные антитела. Это уже антитела, а три из четырех, это коктейли антител, видите, по два антитела, которые связываются с S-белком, и, собственно, ну, вот они, да, они имитируют такую первичную иммунную реакцию. Но первый-то был не коктейль, сатровимаб, ты первый. Если я не ошибаюсь, первый начали применять бомлонивимаб вообще, но потом показалось, что он сам по себе неэффективен. И его начали комбинировать с этазивимабом. Вот, а сатровимаб остается у нас, он интересный, интересный получился препарат, как раз, он немножко в стороне, во-первых, он сам по себе, это не комбинация из двух препаратов. Да, там даже такой случай, я знаю, что клинические исследования были раньше прекращены ввиду высокой эффективности. А особенность этих препаратов, для кого они нужны? потому что, знаете, мы с вами, да, у нас у всех там наши телефоны, уже, помню, на стенках написано, на гаражей, вот, и всем звонят, и вот мне там звонили, я помню, много раз, и спрашивали, там, где взять эти антитела, потому что кто-то со 90% поражением легких лежит где-то в реанимации, и вот ему, наверное, надо этот препарат, и, ну, не понимали, говорю, ребята, вот, ему он не нужен, он ему ничего не даст, более того, в исследованиях Козильевимаба, Мдивимаба, 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 показали, что при тяжелом течении они могут даже ухудшать состояние, вот эти вот, потому что, опять же, раннее назначение, да? Эти препараты должны назначаться как можно раньше, этим, при веноком течении. У нас же, вот, когда появился, временное разрешение было получено, только для беременных был. Да, потому что, то есть, мы должны выбрать группу риска. Это, это не каждый, кто, у кого, извините, кто переносит COVID-19, как... Ну, не каждый, у кого 200 тысяч в кармане за... Да, это другой разговор. Да, но, по крайней мере, если легкое течение, ну, условно говоря, если я заболел там COVID-19, и у меня легкое течение, ну, что там, температура 3 дня, интоксикация, сопли до пояса, у меня нет, у меня нет диабета, у меня нет там поражения легких, у меня нет... Не группа риска. Я не группа риска, у меня нет ожирения, по-моему, нет. Вот, а мне он не нужен. Должна быть выделена именно группа риска, диабетика, ожирения, то есть, те, у кого... группа 65+, то есть, те, у кого, у кого исход потенциально плохой, и назначение как можно более раннее, потому что, в Штатах, насколько я знаю, вот, вот, его, этот препарат активно применяют, как в emergency приехал, посмотрели, оценили по калькулятору группу риска, входит в группу риска, значит, колют это и отпускают домой. То есть, идея такая, эти препараты назначаются, как первичное, протезирование иммунного ответа в стадии репликации вируса, то есть, как можно раньше. Но и с ними не все так просто, потому что, вот, из всей этой веселой компании, да, у нас сейчас появился омикрон, и вот опять, увы и ах, и где сейчас отзывают, бомбло, не вимап, это вимап, потому что, ну, бессмысленно назначать его для лечения омикрона, в общем, только с отравимап, к сожалению, действует. Остался. Да. Сейчас я покажу эти данные. А, ну да. Вот здесь, да, вот здесь немножко такой слайд, он, немножко замороченный, может быть, я просто, это был, в компьютере, это один большой экран, есть такой ресурс, open data, это ресурс, который показывает именно инветровые исследования против вирусов. Там вот, что у нас есть в отношении противовирусных антител, что у нас есть в отношении противовирусных препаратов, ну, и что у нас есть в плане назначения вакцин. И вот, смотрите, вот эта вот линия водораздела, это значит, что влево это на омикрон действует лучше, а вправо действует кратно хуже, в разы. И вот видите, вот, кстати, третий снизу, это сотровимаб. Вот эти вот, смотрите только на оранжевые точечки, потому что это, как бы, исследование уже с плазмой, это не, это уже нейтрализация в плазме. Вот, а вот сотровимаб, он действует, все-таки, да, у него эффективность поменьше. Вот по целговимабу, который входит вместе с тексагивимабом в другой коктейль. Ну, тут водоноследование показало, что вроде бы он действует точно так же, но остальные исследования уходят все-таки вправо. Ну, а бамлоневимаб, козиревимаб и прочее, к сожалению. Совсем вправо. Видите, у нас, у нас все точки, они, по сути, вправо от этой линии ушли. У нас влево, ну, вот только какие-то, вот, по сотровимабу, какой-то эксперимент. Вот. В отношении противовирусной активности лекарств, уже противовирусных, вот видите, здесь все получше у нас. За исключением плазмы реконволюсцентов. Плазма реконволюсцентов, она уходит все вправо. А данных по ПАКСЛОВИДу нет, да, пока? По ПАКСЛОВИДу данных, публикации нет. Публикации. По ПАКСЛОВИДу, вот, к сожалению, я сегодня опять залез, я попытался найти публикацию, вот статьи нету. Мы имеем пока только данные пресс-релиза, ну, с цифрами компании Pfizer и данные, что на основании досье, переданное в FDA, FDA разрешило его применение. Статья, ну, статья готовится, насколько я понимаю, но по какой-то причине данных нету. Но, в принципе, здесь по всем препаратам, то есть у них мишени консервативные, и поэтому омикрон им будет поддаваться. Ну, и по вакцинам, как же без них? Здесь по вакцинам все вот опять уходит вправо. У нас есть, у нас и по спутнику ВИУ уже есть публикация, вот, то есть, ну, как бы, мы сегодня не обсуждаем вопрос вакцин, то есть вакцинами как? Ну, вакцинироваться надо, двух вакцинаций недостаточно, нужен буст обязательно. Ну, раз в полгода, на два. Да, раз в полгода, ну, вот пока на сегодняшний день такая вот ситуация. Это слайд, который я показывал еще и в прошлый раз. Это касается, ну, я не знаю, там, разной гомеопатии. Ну, бывает ситуация, да, пришел там больной к врачу, нет, доктор, ну, больной же, ну, вот вы выгоняете его, там, говорите, ну, иди там пейте, у тебя температура, там, попей, процетамол, печь, а если лимоном сиди, дома не заражай, других, у тебя ничего нет, у тебя ничего не надо, у тебя нет показаний, у нас нет эффективного противовирусного... А руки чешутся. Вот в британском кодексе врача, там, вот есть там фраза, что врач, наоборот, не должен уступать требованиям пациента. Вот. А у нас медицина, это же услуга, да, сферу услуг перевели. Да. И клиент всегда прав. И если больной что-то просит, обещает написать жалобу. А вы что-то не сделали, жалоба на вас. И вот у нас, конечно же, вот если сравнить, там, американский рынок, или, там, британский рынок, и российский рынок противовирусного. Российский рынок, он содержит огромное количество препаратов, которые по-прежнему, и в том числе, всякой гомеопатии, иммуномодуляторов, чего-то еще. Ну, короче говоря, я здесь отсылаю, вот просто к этой цитате из О'Генри. Вреда они не принесут, только, ну, не надо относиться к этому всерьез. Не надо этим заменять нормальное человеческое лечение. Они как раз, вот, служат вот тем самым песком, который, который продается бедной женщине, чтобы она лучше чистила керосиновую лампу. И, наверное, последний слайд, такой из серьезных, это по омикрону, потому что, ну, сейчас, да, в Москве, в Москве, с пятой волной, господа, пятая волна, она началась еще раньше, видимо, но вот сейчас она уже официально пошла, в очень, ну, США как-то к нам ближе, именно по ходу даже вакцинации, потому что в США очень много там, там целые штаты такие, они больше антивакцинаторские штаты есть. Вот, скажем, трудно было перекладывать данные, там, из ЮАР, в ЮАР все-таки очень молодая популяция, там люди молодые. А туда съездила пшеничная, Наталья Юрьевна, и там резко упала заболевание. Ну, вот видите, она вернулась в Москву. Она вернулась, я вчера с ней общался, принесет нам удачу. Она должна принести нам удачу. Она замдиректора не эпидемиологии. Ну, все-таки, я взял просто данные по Нью-Йорку, но они, может быть, не совсем актуальны, но это на 3 января, последний такой срез, а здесь именно количество госпитализаций. Понимаете, омикрон, да, омикрон прошибает иммунитет, и в том числе и у вакцинированных. Ну, посмотрите, синяя линия, это количество госпитализаций на 100 тысяч населения среди невакцинированных. Ну, а красная линия, это количество госпитализаций среди вакцинированных. Небольшой рост, а там пиковый рост. Ну, а черная сверху, это, так сказать, небольшое снижение эффективности вакцинации. Небольшое. То есть, что мы видим сейчас? Болеют действительно все, а у вакцинированных шанс заболеть, естественно, ниже, особенно у тех, кто получил бург. И тяжело заболеть. А вот шанс тяжело заболеть, у них, вот видите, красная линия, она очень даже, там внизу где-то болтается. В отличие от синей линии, которая просто ужасающе уходит. Ведь это же речь идет не просто о заболевших, речь о госпитализированных. То есть, как минимум, это тяжелые средне-тяжелые. Да, и причем учтите, что в Нью-Йорке, чтобы госпитализироваться, это надо заслужить. Там критерии госпитализации более жесткие, чем, например, в Москве. Ну, я думаю, что в Москве ситуация будет еще интереснее. Ну, собственно, наверное, все, но это уж такой, знаете, хулиганский слайд в конце, чтобы совсем серьезно не завершать. У нас иногда возникает впечатление, что не только пациенты, но и врачи порой черпают информацию, там, я не знаю, из телевизора. У нас очень много журнализма вокруг медицины. Все-таки, ну, мы выступаем на медицинском канале, да, и поэтому то, о чем мы сегодня говорили, это все-таки подкрепляется данными исследований. Поэтому я призываю просто оставаться на стороне науки и, ну, не делать скороспелых выводов и самое главное, да, самое главное, с большой критикой относиться к тому, что говорят в телевизоре и пишут в таблоидах. Нам пришло несколько вопросов, но, скорее, вопросов относительно немного, ну, видно, пятница, вечер. Я опущу просто добрые слова, которые в наш адрес поступили, это очень приятно, и попросим ответить, Олег Букарыч, прежде всего, на следующие вопросы. Александр спрашивает, здравствуйте, спасибо за вашу работу, прошу прощения, развейте, пожалуйста, миф о гипердозировке витамина С. Олег Букарыч, давайте. Я даже не знаю, миф, что они хорошие или что они плохие? Нет, гипердозировка. Вот такие гипердозировки, потому что, ну, это началось, да, с Лануса Поллинга в свое время, который называли мистером витамин С, он там пушировал идею, что надо там одного до двух грамм витамина С принимать в день, ну, потому что это будет хорошо, он собирался чуть ли не вечно жить на этом фоне. Ну, кстати, надо отдать должное, прожил он достаточно долго, человек был здоровый, желудок... Две Нобелевские премии. Да, две Нобелевские премии получил, одну по химии, вторую по прибезомир, да? Да. Вот, ну, любим мы его не за это, за ковалентные связи все-таки, за что он получил, собственно, Две Нобелевскую премию, но, понимаете, никаких данных о том, что сверхвысокие дозировки витамина С, они эффективны, их на сегодняшний день не существует, просто таких данных нету, если мы говорим о респираторных вирусных инфекциях, а более того, да, пытались там, насколько вот я знаю, была интересная идея, дозировками, какими-то огромными, 5-6 грамм витамина С, лечить полиомиелит, но это когда было, это простое, дешевое, доступное средство, для стран, Скорее всего, это было не лечение острого полиомиелита, а последствий, как антиоксидант использовал, да, Скорее всего, так, да, но у нас есть некая историческая, да, такая вот историческая традиция, лечить любые респираторные инфекции витамином С, ну, еще медом, ну, медом, если это в меру, то, пожалуйста, но никаких данных о том, что, ну, давайте, вспомним известного, древнего специалиста, который говорит, только доза определяет, быть это лекарством, лекарством или ядом, все вещества есть яды, и только доза определяет, яд это и лекарство, совершенно верно, значит, не чудо, да, вот так, не надо, следующий вопрос, добрый вечер, ваше отношение к лейтрогину, никакого отношения нет, потому что, просто объясню почему, отношение появляется, когда появляется статья в рецензированном журнале, если бы была статья в рецензированном журнале, я бы, наверное, свое отношение выразил, статьи нет, опять-таки, есть какие-то, вот если вы введете лейтрогин, там прогуглите, то это будут какие-то интервью, обещания, на новостных сайтах, таблоид будут что-то писать, журналистский такой флор, да, как говорится, покажите, прочтите мне статью, покажите мне статью, я прочитаю ее, и после этого я выскажу свое отношение, поэтому я эту тему даже не касаюсь, Олег Букарыч, следующий вопрос, нужно подготовиться, маечку немножечко, поправить, расправьте, чтобы все видели, болезненная еще одна тема, мир поделился на вакцинаторов и антивакцинаторов, вакцинаторов, да, значит, ну, ваша позиция понятна, а вопрос следующий, подскажите, пожалуйста, ревакцинируется лучше лайтом, или двумя дозами спутника, и если двумя, то вторую стандартно через 20 дней, и лучше через большой временной интервал, больше, наверное, все-таки, да, больше в этом интервале, смотрите, вообще, вот, давайте сейчас, так, я транслирую свое мнение здесь, потому что четких рекомендаций на эту тему, я не видел, мое мнение, буст, вот этот вот, да, лучше, чтобы он был гетерологичным, и если бы у нас, скажем, была бы доступна, выбор, выбор, да, МРНК-вакцина, я бы пошел, или вакцинировался сейчас МРНК-вакцины, потому что, ну, полгода, я вакцинировался, спутником, но, так как у нас выбора нету сейчас, а для, из того, что циркулирует на российском рынке, доказательства есть убедительные, пока что только для спутника ВИ, то я лично пошел, вакцинировался двумя, я тоже, я вчера сделал, вот вчера вот в левое плечо, до сих пор плечо болит, сделал второй этот джаб, второй укол, такой вот чувствительный, у меня ничего не болит, а у меня оба плеча болит, ну, не знаю, ладно, я чувствительный, да, я золушка, вот, значит, я сделал две инъекции, я сделал там через 22 дня вторую инъекцию, значит, данных о том, но данных сейчас о том, что две инъекции лучше, чем одна, их сейчас нет, вот я выбрал, я решил, что больше, но поскольку это немножко разные составляющие, да, аденовирус 26 типа, 5 типа, ну, я решил, что я там работаю в красной зоне, я без того там бустируюсь постоянно, окей, пусть у меня будет более напряженный иммунитет, особенно в связи с приходом микрона, но в принципе, вот иммунологи, с которыми я общаюсь, то есть специалисты, они говорят, что если нормально срабатывает первый бустер, то первого бустера вполне достаточно, то есть сейчас нет четких данных о том, вот каким спутник, одним спутником или двумя компонентами лучше ревакцинироваться, если есть возможность сделать гидрологичный буст, лучше делать гидрологичный буст. Окей, тогда, значит, следующий момент, вот очень, наверное, важный, надо ли определять иммуноглобулины, прежде чем ревакцинироваться, вот вчера Чуланов, главный инфекционист, сказал, что это бессмысленное занятие, что независимо от уровня иммуноглобулинов G, вакцину все равно нужно повторно делать. Вы знаете, я честно, я не определял их, у нас есть сейчас некоторые предварительные представления, какой уровень иммуноглобулинов, в бандинг арбитрарий юниц, является протективным, вот, но я, вот такая вот общая рекомендация, лучше не заморачиваться этим вопросом, и через пять месяцев уже задуматься. Тем более, что тест-системы, они разные, очень разные, да, ну, там, ладно, сейчас есть более-менее универсальные критерии пересчета, но опять-таки, тест-системы, которые на российском рынке, они не все, в общем, соответствуют международным стандартам, там надо выбирать конкретную тест-систему. Не тратим деньги, не тратим времени. Вот честно, Андрей Георгиевич, вот давайте скажем так, я один раз в марте прошлого года, еще до вакцинации первой, определил уровень иммуноглобулинов G, это было, ну, просто требование там руководства университета, вот, ну, там был какой-то уровень, но с моей точки зрения недостаточно, сейчас бы я сказал, что это вообще не уровень, вот, а дальше, дальше я ни разу не определял, дальше просто вот я вакцинировался в июне, и я вакцинировался, соответственно, сейчас, и через, там, пять месяцев я буду думать о ревакцинации снова, ну, если не произойдет чудо, и ковид никуда не денет. Спасибо, я вижу, у нас вопросы закончились, я просто хочу сказать слушателям, что можно вопросы задать, позже, мы постараемся на их письменном виде ответить, в общем, тема такая достаточно интересная, мы просто постарались до вас донести какие-то, ну, новые данные, честно говоря, у меня такое вот благоговение перед фарминдустрией, что за очень короткий промежуток времени, очень короткий, были сделаны принципиально новые лекарства, я немножко представляю себе, сколько это стоит, как это организовать сложно, по-моему, такого в истории вообще мировой медицины не было. Нет, такого в истории мировой медицины точно нет, потому что, ну, чтобы и такое количество исследований, и столько вообще средств было вложено, столько сил, ну, вот возьмите даже того исследования, того же спутника ВИ, вы когда-нибудь видели в России исследование, в которое бы включили 40 тысяч человек. вот это, это рекорд. Представляете себе, какие вообще силы, какие затраты, и вот если вы залезете там на Clinical Trust Goff, на регистр, ведете просто COVID-19, господи, там такое количество всего выпадет. И самое главное, сколько времени ушло, пока мы получили более или менее эффективные препараты против вируса иммунодефицита человека. Сравните с ситуацией сейчас. Да, 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 вот сравните. Там 10 лет, а здесь год, и мы уже имеем принципиально новые препараты. Значит, красные победят? Вы красные или белые? Сегодня вы белые, ладно, хорошо. Тогда я буду играть за красные, красные победят. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего хорошего вам. Будьте здоровы. И болейте.